Чрезвычайная ситуация на плотине ГЭС в Иркутске возникла в феврале, когда город сковали морозы. Разгерметизировался вспомогательный трубопровод. В машинном зале резко повысился уровень воды. Возникла реальная угроза затопления оборудования насосной станции. Это значит, вода бы перестала поступать в город, в том числе на Новую Иркутскую ТЭЦ. Руководство водоканала обратилось к водолазам. Работы под водой вели около трёх часов. Сильное давление, напор. Приходилось работать и гидравлическим инструментом ребятам, сноровку, потому что везде-то на дне, трубопроводами. Получается место такое, много всяких труб и конструкций. Стеснённые обстоятельства такие были. Сегодня герои получают заслуженные награды. Награждают также тех, кто много лет отдал своей профессии. Юрий Щерботкин – артист балета, ведущий мастер сцены Иркутского музыкального театра. В его репертуаре самые разные партии. Сольные номера, модерны, классика. Каждый герой дорог и любим, говорит Юрий. Я уже танцую, работаю взятые 23 года почти. Поэтому много что было. Но я выделяю, что не стало. Мне нравится всё и очень вкусно. Конечно, не только наличие. Во-первых, награда нашего главного комиссара, который давал мне партии, танцевать, ставил бандерамы. Конечно, коллектив всего театра, нашего русского музыкального, моего любимого театра. Среди тех, кто присутствует в зале – врачи, тренеры, соцработники, библиотекари и режиссёры. Кто-то получил звание заслуженного работника, кто-то – медаль ордена со заслуги перед Отечеством. Выполняя поручение президента России Владимира Владимировича Путина, от него имени я вручаю государственные награды Российской Федерации, которых удостоены лучшие жители нашего региона. Во многом благодаря именно вам, вашему упорному, пропотребованному труду, крепнет наша Афгутская область, закладывается фундамент для процветания будущих поколений. Всего награды сегодня получили 13 человек. Анастасия Байдракова, Павел Рютин. Новости сейчас.